Я считаю, что в Одессе большая организованная криминальная структура легализовала себя, или, так сказать, работает с легальных позиций, став Одесским городским советом. За редким исключением нескольких депутатов, в основном, Одесский горсовет – это структура, имеющая явные признаки организованной преступной группировки. Это подкуп, шантаж, запугивание. Задача, цель, которая стоит – это усиление и зарабатывание денег. И эта группа возглавляема и руководствуется человеком, который имеет вес, авторитет или большое влияние в криминальной среде, имея, в том числе, криминальное прошлое. Все подчинено, все, что делает власть сегодня в городе, подчинено интересам одного криминально-олигархического клана – Труханов, галантерник, Ангерт. С первых дней он несколько организаций взял на свой контроль. Створил себе приватные армии, приватных общественных активистов, которые в любой момент, когда одесситы обурюются, когда выходят на улицу, проводят какие-то акции и протесты, он их выводит и ставит лоб в лоб, чтобы за что входить людей между собой. Здесь уже товарно-денежные отношения, товар-деньги-товар, существует продавец, существует покупатель, а все остальные общественники, граждане Одессы, те люди, кто действительно заинтересован в развитии города, они воспринимаются как чужеродными элементами, они просто мешают в этой простой схеме, когда часть территории продается, часть покупается. И здесь любые надстройки в виде, к слову, в виде закона Украины тоже воспринимаются чужеродными. ГМЭР позволяет себе открыто оскорблять активистов, коверкать названия общественных организаций, давать указания выкинуть кого-то из согласительного совета, давать указания закрыть заседание сессии городского совета, выстроив рядами муниципальную самооборонную полицию, то это дает четкие сигналы обществу, что что-то не в порядке в Датском Королевстве, есть какие-то очень серьезные проблемы, раз орган власти ведет себя так нервно. И последнее высказывание Геннадия Леонидовича, в частности, об активности общественников, они, честно говоря, показали, что Геннадий Леонидович вообще не понимает работу третьего сектора, то есть он воспринимает любую активность в этом направлении как против, против него, против его деятельности и так далее. Конечно, неадекватный человек, который не контролирует даже свое поведение, он не может руководить миллионным городом. Это во-первых. А второе, это он чувствует абсолютную безнаказанность, безнаказанность, а человек, который чувствует безнаказанность, при том, что у него нету своих внутренних каких-то стоп-кранов и ограничений, может творить с Одессой что он хочет, что сейчас и происходит. Я вижу и даже чувствую определенные угрозы от тех же депутатов городского совета, от партии «Доверяй делам», которым не нравится, что кто-то лезет якобы в их бизнес, а бизнес – это является и бюджет, и то, что является всех одесситов. Сегодня каждая сессия, каждая буквально сессия, да и в промежутках между сессиями, но каждая сессия – это какое-то такое событие по нарушению Конституции, по нарушению прав граждан. Нам с людьми, обманутыми на недострое ЖК «Золотой берег», приходилось как минимум трижды брать штурмом, фактически, здание Одесского городского совета, принадлежащее нам, как одесситам, нам, как гражданам этого города, нам приходилось прорываться. Под руководством Геннадия Леонидовича Труханова многие чиновники ведут себя так, как будто бы им все дозволено и ничего не будет за то, что они себя так ведут. Это неправильно. Человек, который занимает определенную должность и курирует очень важные вопросы, он должен вникать в проблемы людей и помогать им. К сожалению, у нас городская власть, городской совет перестал соблюдать даже видимые приличия, изображать даже видимую открытость и уже от такого пассивного сопротивления к доступу к информации перешел к активному и иногда даже к агрессивному. Мы видим жесткого ковбоя, который готов войти в столкновение с любым представителем разных категорий общества, что не должно происходить в случае мэра. Враховывая то, что этой власти было уже не один год работы, уже все абсолютно сняли рожевые окуляры, даже те, кто говорили, что они не будут заниматься дерибаном, они будут заниматься господаркой, потому что они зацікальны в своем рейтинге, зацікальны в том, чтобы в будущем их переобрали. Но, правда, мы видим, что ситуация наступна, что они тупо выжимают из места все, что могут, тупо дерибанят все, что могут. И в подсумке зацікальны только в том, чтобы отбить те вкладки, которые были, власне, инвестированы в Геннадия Труханова, в его выборчую кампанию, напевно, в его политическую карьеру протягом всех последних лет. Сьогодні громадский и справедливый протест в Одессе увеличивается каждый день. И в ближайший час, я думаю, Одесса продемонстрирует, что она терпеть и не будет. Труханов должен остановиться и должен пойти.